Лак для ногтей Я предпочитаю, я обожаю и очень нежно люблю. Если вам интересно, продолжайте смотреть. А я желаю вам приятного просмотра. Итак, сиреневые оттенки. Вот их палитра. Выглядят они таким вот образом. Не все они настолько сиреневые, как, наверное, хотелось бы. Но все же остальные действительно уже не подходят под это название. И первый лак, который я хочу вам продемонстрировать. Лак из коллекции Pink Up Mini. И оттенок это номер 114. Один из тех лаков, которые действительно относятся к таким, знаете, достаточно обыкновенным, но в то же время нарядным. И, по-моему, в каких-то видео вы часто спрашивали, что это за лак. И в инстаграме я также выкладывала маникюр с этим лаком. Выглядит он вот таким вот образом. Он имеет металлическое такое покрытие, металлический отлив. Но также имеет прекрасный сиреневый, очень нежный отлив. Он достаточно светлый, но в то же время он, конечно же, играет всеми своими сиреневыми гранями. Красивый, достаточно ежедневный, но в то же время достаточно и нарядно он смотрится. Следующий оттенок это коллекция Pink Up. И оттенок 07. Это как раз-таки весенняя коллекция, которая была связана с цветами. Я вам показывала в покупках вот эту вот очаровательную крышку. Сам оттенок также относится к таким металлическим оттенкам. Он переливается и голубым, и золотым, и розовым. Но основная его цветовая гамма это, конечно же, сиреневый. И на ромашечке он вот здесь. Такой розово-сиреневый я бы, наверное, его назвала. То есть он очень нежный, он такой, может быть, даже фиалковый. И в то же время достаточно сильно в нем играет вот этот вот розовый подтон. Оказались они не очень просто наносимые. Точнее, наносится это достаточно легко все это, конечно. Но имеются пузыречки, может быть, даже вот здесь вы увидите. Даже на ромашке, на абсолютно гладкой, достаточно сложно их нанести. Но и по стойкости пинкап достаточно такие середнички. Следующий оттенок также коллекция пинкап мини. Мне вот, кстати, мини-лаки нравятся гораздо больше, чем их обычная коллекция. И номер здесь 175. Один из потрясающих лаков, которые относятся, наверное, к таким, может быть, даже фиалковым. И что-то с таким фуксиевым каким-то отливом. Он красивый, он переливающийся. И на ромашке он достаточно темный. Он так и выглядит на ногтях. Потрясающий оттенок, который также и ежедневный, и нарядный. И его можно чем-то абсолютно разбавить, для того, чтобы он стал еще более красивый. Но, как вы знаете, я такие оттенки люблю. И в нем присутствует, кстати говоря, такой еще ягодный перелив, что ли. Поэтому он, конечно, играет всеми своими красками очень оригинально. Следующий оттенок, также коллекция Pink Up. Также из их весенней коллекции. И это номер 18. И это настоящий такой сиреневый, лавандовый, очень светлый. Он абсолютно йогуртовый. Достаточно сложен он в нанесении. И на ромашке он выглядит вот таким образом. Но и также тем пальчиком, которым я показываю, он нанесен у меня и на ноготочке. На самом деле, красивый оттенок действительно дает в два слоя плотное покрытие. Опять же, повторюсь, сложно он наносится и пузырит, и как-то дает какие-то полосы. Но все йогуртовые оттенки чаще всего как раз-таки и этим и грешат. Но все-таки оттенок позволяет ему все это, конечно, простить. Следующий оттенок, это также Pink Up, весенняя коллекция. И номер 06. В сиреневой прозрачной базе находятся вот эти вот снежинки. И также выглядит все это на ромашечке. Хорошо они наносятся. Также я их нанесла сегодня и себе на ноготочки. То есть вот эти вот два оттенка лака, то есть вот этот и этот, как раз-таки нанесены у меня вот на эти два ногтя. Хорошо все это вместе смотрится. И, как знаете, очень как-то игриво, очень по-весеннему. И вообще вот к этой штучке я очень как-то нежно прикипела. Осталось под большим от нее впечатлением. Следующий оттенок, это марка Catrice. И ее оттенок номер 905. Оттенок серо-сиреневый с золотым, достаточно насыщенным шиммером на ромашке. Он выглядит вот таким образом. И это как раз-таки линеечка, которая называется металлический эффект. Но помимо металлического эффекта, я могу сказать, что здесь эффект матовый. То есть, как вы видите, он не имеет глянцевого покрытия, как все другие. Он очень нежный и в то же время сдержанный. Но вот эти игры золота, конечно, также привлекают к себе внимание. Следующий оттенок, достаточно давно у меня и нежно мной любим. Это также марка Catrice. Оттенок номер 770. Он так и называется, прям лавандовый. То есть, он действительно нежно-лавандовый, нежно-сиреневый. Очень красивый. И на свотче выглядит вот таким образом. Красивое глянцевое покрытие. Абсолютно легчайшее нанесение. Потрясающая стойкость у этих лаков. Я очень довольна этими лаками, хотя у меня их не так много. Вот этот оттенок достаточно часто носила по осени. Потому что как-то он очень, знаете, так смотрелся как-то нежно, но в то же время симпатично и как-то строго. Ну, хороший очень оттенок. Оставляет одни положительные впечатления. Следующий оттенок также от марки Irisco. И это уже оттенок 072. Абсолютный металлический оттенок. Такой сиреневато, наверное, розоватый. И с очень большим количеством серебристого шиммера. Вот его сводч на ромашке. Он действительно металлический. В один слой он как-то очень дешево, честно говоря, смотрится. В два слоя это что-то более или менее сдержанное. Но на самом деле не являюсь я какой-то большой поклонницей этого оттенка. Хотя такой оттенок мне нравится. Но вот как на ногтях он как-то немножко простит, что ли, маникюр. И последний оттенок из этой коллекции это общая линеечка Golden Rose. И это оттенок номер 120. Абсолютно мой фаворит. Очень я его люблю. Насколько я понимаю, это типа клон. Ну что там у Chanel Paradoxal или что. Очень он действительно на него похож. Вот его сводч, насыщенный, темно-серо-сиренево-фиолетовый может быть. То есть играет всеми гранями, меняете угол и он меняет свое такое поблескивание. То он сиреневый, то он сероватый. То есть очень красиво смотрится. И конечно же по тому, как они достаточно неплохо держатся. И насколько у них большая и очень широкая линейка оттенков. Я могу сказать, что эти лаки конечно же заслуживают абсолютного нашего с вами внимания. Ну вот и все мои сиреневые оттенки. От светлых до темных. Достаточно интересные. Я такие оттенки очень люблю. На мне они смотрятся очень хорошо. И я с ними чувствую себя очень, очень, очень. Спасибо вам огромное за внимание. Я надеюсь, что вам было интересно. И я и в сегодняшнем видео была вам полезна. Опять же говорю о том, что если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Я обязательно на них отвечу. И конечно, если из сиреневой гаммы оттенков лаков для ногтей вам есть, что мне посоветовать, то я с удовольствием приму это к сведению. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. И пока.